Так, ну что, друзья мои, мы с вами Вечене. Ассортимент полностью поменялся, ассортимент печальный. Посмотрите, в прошлый раз мы были, здесь была кожа, здесь были такие всякие красивые, красивые блёстками свитера. Кстати, пальто симпатичное, на мне вот похожее сегодня. Такое тонкое пальто, стоит 100 долларов, просто такое, как жакет, серое. Видите, длинное, как жакет, как пиджак, только пальто. И было такое платье с пайетками, меня его просили померить, я сказала, в следующий раз приду, если найду его, то обязательно померю. Я что-то ничего не вижу, я пока ничего не вижу интересного, ни украшений, ни каких-то интересных вещей. Вот сумки неплохие, но, по-моему, мы их видели в прошлый раз уже. Обувь, такие вот босоножки, сандалы. Так, я пошла искать, потому что что-то мне пока ничего не нравится, но я надеюсь, что я что-то найду. Плащ под замши, я очень не люблю такие плащи. По-моему, их время 75 долларов. Уже безвозвратно ушло. Во-первых, замша сейчас не такая уж и дорогая. Во-вторых, ну, вы знаете, выглядит он неплохо, но, мне кажется, это какой-то момент, они вот были очень в моде. Все такое серо-бежевое, серо-бежевое-черное, вы видите, да? Все такое прям... Ой, мне нравится все это. Хотела я вот это платье померить, меня просили в прошлый раз, но я его не нахожу. Может быть, найду еще. Так, это мы видели, сумки, кепки, шарфики. Это мы все видели. Давайте я что-нибудь поищу. Обзор как-то у меня не получается, потому что ничего нет такого, что мне... Что бы мне хотелось вам показать. Нет. 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 Так, обзор у меня не получился. Вот это мы с вами уже видели, эту красоту. Поэтому я буду сейчас искать сама, что найду. Что-нибудь интересное. И пойдем с вами в примерочную. Обзирать мне нечего, если честно. Потому что ничего нового такого я не вижу. Но я думаю, что я найду что-то, что я еще не примеряла. Что-нибудь я найду обязательно. Девушки, мы в примерочной выеченном. Значит, я нашла много чего интересного. Вы даже не поверите. Во-первых, я нашла кое-что, что я вам показывала в прошлый раз. Вот эту юбку и блузу. Мне, кстати, девочки написали, что заказали онлайн. Мне тоже очень захотелось ее померить. Она мне нравится. Коричневая юбка, кожаная. Снова вот такой вот пинжак с карманами. Блестящие носы. Или черное платье. В общем, много леопарда. Поскольку леопард сейчас вот везде. И все в нем завешано. И очень трудно найти что-то другое. Я уже примеряла в H&M, кстати, леопард. Но сейчас это другой леопард. И попробую его смешать с этими коричневыми, черными вещами. Может быть, получится очень интересное сочетание. А можно одеться в потол леопард. У нас вот тут жакет и юбка. И платье. В общем, ну, посмотрим. Так, на мне сегодня пальто. Это пальто. Тонкое, без подкладки. Такое еще стянуло в полоску. Как пиджак, только пальто. У нас похолодало. Я, видите, в ботиночках уже, в колготках черных. И под ним у меня платье. Сейчас разденусь и покажу вам украшения. Вы знаете, все Зара, девочки. Все Зара. Причем старая Зара, которой уже сто лет. Вот такие бусы. Сейчас сниму пальто, покажу. Вот такое платье. Ой, у меня здесь булавка. В попыках утром думала, чем бы себя заколоть. Какая-то брошка, не брошка. В конце концов, взяла просто английскую булавку. Заколу, потому что оно распахивается, а я на работу. Сочетание нескольких горошков. В общем, с запахом интересное платье, прикольное. И вот такие ботинки. И вот такие бусины у меня. Под зеленые. У меня здесь зеленые такие каменья. А зеленый здесь горошек. Сейчас разложу красивенько, чтобы было вот так. Тоже Зара. Так, в общем, сегодня тотал Зара. И не все. Сумка у меня не Зара. Сумка не Зара. Сумка у меня Прада. Летняя сумка до нашего последние дни. Последние. Потом у нас уже похолодало. Я ее все лето таскала с удовольствием. И надо прекращать и вытаскивать мои темные зимние сумки. Вернее, и летом тоже можно вполне... Вернее, зимой вполне можно ходить в такой сумке. Но хочется уже поменять. Я, честно, ее все лето носила, не меняя. Поэтому очень удобно. Короче, так, давайте будем примерять и посмотрим, что у нас сегодня получится. Первое платье. Самое простое. Леопард. Прямое платье. Короткое. Сейчас начнут писать в своем возрасте. Короткое. Как тебе не стыдно. Ну, вот такая вот я. Знаете, летом действительно я ношу короткое. Но мне для этого нужно произвести много всяких процедур. Там ноги, чтобы не были белые. Такие белосиние, как у меня обычно они. Я очень плохо загораю. А зимой вот с колготками могу носить прям короткое-короткое. Но это не очень короткое. Оно в меру короткое. Платье. Широкое. Платье простое. Прямое. Что мне в нем нравится? Это в нем есть подплечики. И я очень люблю, потому что у меня ультики и свои плечи. Поэтому все вещи с плечами мне очень прям нравятся. Вот знаете, прямые чистые линии. Под леопарда больше ничего не надо. Никаких. Я вон свои бусы нацепила сверху. И тот уже ту матч, по-моему. Но в принципе, вот просто платье такое, знаете. И в первых них, серьезно. Кто любит короткое леопарда, вот оно прям супер-пупер. И плечи есть. Рукова длинновата мне немножко. Ну, в принципе, нормально. Сейчас покажу, сколько оно стоит. По-моему, оно не из дорогих. Так, мы имеем пелиэстер. Размер был с мол на мне. Видите, оно так свободненько на мне сидело. Значит, канадских 35, американских вообще 25. То есть, оно прям-прям очень бюджетное. Очень бюджетное. И симпатичная расцветка леопарда. Не слишком яркая, не слишком такая мелкая, не слишком крупная. Выточки, плечики. В общем, за 35 или 25 американских вполне себе достойное. Приличное платье. Если вам хочется поиграться в леопарда и не хочется сильно вкладываться в это дело, вот здесь сзади крючок, то вполне-вполне можно такое прикупить. Так, цвет сезона. Коричнево-шоколадный. Топ и кожаная юбка, которая на мне с трудом, с большим, очень застегнулась. Это очень маленький размер, но был либо двойка, либо четырнадцатый. Пришлось взять маленький, чтобы не брать юбку, которая с меня упадет. Классная юбка. Вы знаете, такой дермантин с карманами. Неплохая, неплохая. Кожа под кожей, очень эко-кожа, вот так скажем. Очень толстая, плотная, такая тяжелая. Но выглядит неплохо, неплохо. И вот такой вот топ. Вот здесь вот мой нижний я оставила, потому что вырез большой. Коричневый топ, такой лапша. И у него вот такой вырез, что он как бы идет вот так вот по краю плеча. То есть он чуть-чуть еще чуть-чуть и с моего плеча он свалится. Нужно были бы плечики пошире, но какие есть. В общем, тотал коричневый. Очень красивый, симпатичный фасон. Сейчас я к нему примерю вот такой леопардовый жакет. Мне кажется, будет хорошо вместе, правда? Так, ну разве плохо? Мне кажется, даже очень хорошо. Вот такой жакет. Опять я с размером не угадала. Это медиум он не великоват. Можно было бы смол взять. Но я боюсь еще брать как-то очень маленькие размеры. Я все еще себя ощущаю в старом своем весе. Поэтому в новом моем весе я не очень понимаю. Ну, в принципе, нормально, нормально. Он, может быть, и должен быть такой немножко, знаете, широкий. Вот как раз к этой юбке. Рукава у меня длинные, как всегда. Но их можно вот завернуть. Что мы сейчас здесь делаем? Чтобы нам было удобнее. Простите, вас, наверное, шатает, пока я заворачиваю рукава. Вот, завернули. И даже здесь такой манжет светлый. Фасон такой, знаете, а-ля типа Шанель. Вот такой вот, но под леопарда. Тонкий такой пиджачок. Очень симпатичный. С коричневой юбкой и с коричневым топом внизу. По-моему, вместе выглядит симпатично. Неплохо, правда? Я вам потом все покажу. Что чего, что сколько стоит. Вот этот комплект прямо даже очень, по-моему, совсем неплохо. Как вы считаете? Леопард, кожа, тренды сезона, коричневый цвет. Так, юбка. Вот это вот H&M Edition. Не Limited Edition, а Edition. У них немножко сейчас другая вот эта линейка. Первый раз в этом году появилась. Стоит она 50 американских и 60 канадских. И это был размер второй. Он, конечно, очень маленький. Она мне маловато, но что было, то было. Мастер-пианист, а он играет как умеет. В размерах магазинов очень часто не бывает. Здесь кнопка, там замок, карманы. Хорошо сделано. Плотная-плотная кожа. Хорошо сшита, аккуратно. Все как бы, все путем. Все как надо. Очень хорошая юбка. Хотела вам показать. Эта юбка в белевом стиле. Под леопарда. На резинке. Я оставила этот топ. Он вообще-то длиннее. Он вот такой вот длинный. Сейчас я вам покажу. Но получается не очень красиво с этой юбкой. Поэтому я его как бы подвернула. Его можно было бы и заправить. Но там в юбке сверху резинка. Это не очень хорошо. Вот так вот совсем мне не нравится. Если бы я его носила с этой юбкой, я бы носила вообще какой-то топ, который вот такой вот длины. И сверху что-нибудь надеть. У меня есть только вот такой и вот такой жакет. Я даже не знаю. Наверное, попробую леопард с леопардом. В общем, коричневый вот этот топ. И вот эта юбка, я хочу сказать, что юбка классная. Она очень красиво так лежит, струится. Длина хорошая. Не очень длинная. Не короткая. Ничего. Вот такая вот сидит. Прекрасно. Отлично. Мне очень нравится. Опять же, симпатичная расцветка. И, по-моему, не очень дорогая цена. Прямо мне супер. Как нравится. И мы сейчас сделаем, девочки, тотал леопард. Померим эту юбку с леопардом-жакетиком. Никуда не уходить. Нервных прошу не смотреть. Вы знаете, что мне нравится? Знаете почему? Потому что оба леопарда, они абсолютно одинакового цвета, тона и как бы скейл. То есть одинакового размера. Вот эти вот пятнышки одного цвета, одного, в общем, они как бы из одного стада, так скажем, леопарды. Нет, у леопардов не стада, а что у них? Прайд, коммуна. Я сейчас говорю какую-то ерунду, по-моему. Прайд, это, по-моему, по-английски вид, как бы подвид. Ну, в общем, короче, девочки, слова забываю. Напишите мне. Вы поняли, что я имею в виду из одной семьи леопарды. В общем, красиво, красиво, очень много леопарда, но вот смелым девушкам, конечно, можно запросто. А главное, что они не спорят друг с другом, потому что один тон, один цвет и одна, так сказать, одна расцветка, очень похожа. То есть, собственно говоря, это одна и та же. Я вообще смотрю, что это просто разные ткани. Юбка шелковистая, а корочка такая шершавая, немножко такая, знаете, как из чего-то более такой плащевой, такой ткани, я вам потом покажу. Кстати, плечей у него нету, и это плохо. Боротничок, в общем, вот такой вот комплект леопард с леопардом. Давайте я вам покажу. Вот так покажу, чтобы вы поняли всю, так сказать, размер катастрофу леопарда. Вот так вот это выглядит. Классный. Нет, ну скажите-ка. Так, топ коричневый. Сделан 70% вискозы. Кстати, неплохой состав. Это был размер medium. И он стоит канадских с 39, 40 и 33 американских. Хороший состав, знаете, вискоза неожиданная. Я думала, 70% вискозы. Я думала, что он синтетика. Вот смотрите, у него цельно, цельно сделана рука. Вырезаны. И вот такой вот вырез с треугольником, и вырез с треугольником сзади. Но вот он не просто такой совсем. Вы видите, рукав такой цельно кровью. Это очень интересный. И цвет потрясающий. Прямо шоколадно-коричневый. Прямо как сейчас. Так, юбка полиэстер. Размер medium тоже был. Стоит она 35. И в Америке стоит 25. Хорошая цена, недорогая. Хорошая, плотная ткань. Вот такая, знаете, струящаяся, тяжелая, не тонкая какая-то соплятка висит. А прямо вот-вот хорошая, прямо очень качественная. Ну, ткань, я имею в виду. По ощущениям, и как она сидит. Вот сверху видите резинка. Никаких замков нет. И давайте посмотрим жакетик. Он стоит наших 50 американских 40. Тоже был размер medium. Я не посмотрела его состав. Сейчас секунду. Так, состав все полиэстер. Пуговички золотые. Здесь пуговички. Тоже выточки сделаны. Вот такой вот жакетик. И, кстати, с платьем. Вы знаете, я уж примерять не буду, но для сильно смелых девушек вот это платье с этим жакетом почему бы и так, как говорится. Тем более, что он тоже. Он немножко по-другому сделан. Рисунок чуть-чуть. Вернее, даже не рисунок. Мне кажется, что рисунок и расцветка то же самое. Просто за счет того, что другое качество ткани, видите. Кстати, я вам хотела показать. Вот это такое, как шелковистая ткань. Здесь такой немножко в рубчик. А это такая вот шершавая. Какая-то... Не знаю, как описать. Но, по-моему, расцветка и рисунок один и тот же. То есть, все это как бы одна история, только разного качества ткани. Ну, кто смелый может носить вот так вот леопардное платье с леопардным жакетом мерить уже не буду. Так, это абсолютно шикарный костюм. Я от него в восторге. Сейчас я попробую блузу эту заправить. Я сначала надела ее сверху наверх. Здесь блуза и юбка. Я вам показывала в прошлом видео с ветчиной, но не примеряла. А вот сейчас решила примерить. Здесь есть подкладка. Но подкладка не очень длинная. Где-то она до... Вот до сих пор. Ну, вполне нормально. Потому что юбка такая из такой прозрачного... Прозрачного, как шифон. Ну, не шифон, синтетика. Ну, в общем, короче. И вот эта блуза, ее, наверное, конечно, надо заправить. Тогда будет красиво. Боже, как это красиво! Это нарядно. Здесь пайетки, но они такие мерцающие, знаете. И они не очень видны сильно. И за счет вот этой вот прозрачности оно как-то придает нарядности. Как же это красиво! И мне кажется, что это надо вот носить костюмом. Нет, можно, конечно, носить как что-то, ну, такое. И не костюмом. У меня, кстати, есть вот такой жакет блестящий. Я сейчас примерю с этой юбкой. Оставлю. У меня там топ внизу мой. Сниму вот эту вот блузу и примерю с... с жакетом. А с чем можно эту блузу примерить? С леопардовой юбкой. Наверное, будет не очень хорошо. Потому что в юбке бежево-коричневые такие желтые расцветки с черным. Как-то мне кажется, что это... Нет, нет, нет. Мне кажется, что если бы да, то просто сможет на тонны вот такого белевого цвета, белевого фасона, вернее, черной юбкой, шелковой. Типа вот этой, только черной. И вот мне кажется, что только черной. Черная с черной. Потому что вот за счет вот этих пайеток, оно так все как-то мерцает. Сейчас я ее... Ну, в принципе, я не буду сейчас ее заправлять. Вот считайте, что я эту блузу заправила. Мне кажется, что так лучше, чем наверх. Намного лучше. Так, смотрите. Вот так вот это все выглядит вместе. Просто шикарно. Шикарно, красиво. Мне так нравится. Но мне ничего не надо, девочки. У меня все есть. Видите, какой шикарный жакет. Он на кнопках. Рукава, конечно, я завернула, потому что они мне длинные. Он абсолютно мужского фасона, но он вот такой вот плестючий весь. С этой юбкой тоже красиво. С чем угодно. С джинсами можно вообще быть классно. Если с джинсами его надеть и куда-то пойти, то есть его с джинсами погасить, его нарядность вот этого. О, как красиво. Боже мой. Как мне нравится. Последнее время вот эти вот, понимаете, немножко стали выходить из моды эти большие длинные мужские жакеты из две кнопки. Я мучаюсь. Не буду застегивать. В общем, короче, вот. И, ну, этот, он мне прям реально нравится. Представляете, с какими-нибудь такими большими багги джинсами в чем-то на ногах, неважно. Даже в этих же можно и ботинках под джинсы, чтобы как-то такой каблук. В принципе, как бы так. Ну, вот. Вы понимаете, да? И что, вот такой вот даже просто обычный черный топ вниз, красивый бурсик, красивое украшение, колье стеклянных, стеклянных бурлиантов. И, в общем, он сейчас на селе, он очень дешевый, по-моему, прям прям реальный, копейки стоит. Смотрите, вот я его застегнула. Просто Сен-Лоран. Правда, Сен-Лоран с джинсами будет классно. Я его с этой юбкой меряю, но, в принципе, он юбку как бы съедает, потому что юбка красивая, но она не видна из-под него. Рукава длинные, конечно, как всегда. Так, вот просто хочу вам показать, как выглядит эта юбка. Вот обычный пояс, узкая прямая юбка. Я все сняла. Все топы, все жакеты, все пиджаки. Вот, смотрите. Красота. Красота неописанная. Так, смотрите, юбка эта стоит наших канадских 60. Это был четвертый размер. Можно было и шестой, но, в принципе, четвертым мне тоже нормально. Это тоже из этой вот H&M Edition, из этой линейки. Вот, посмотрите, как красиво она сделана. Здесь вот подкладка до сих пор пиджета. И вот, видите, вот видна подкладка. Очень-очень-очень красивая, достойная вещь. И блуза. Размер смол я взяла, примеряла. Стоит она 30 долларов. И тоже вот очень красиво все это сделано. Очень красиво это все выглядит. Вы знаете, я вам хочу сказать, мне очень интересно, почему блуза стоит 30, а юбка стоит 60. Два раза дороже. Казалось бы, ну да, в юбке есть подкладка, но блуза тоже здесь как бы воротник, рукава, все вот это вот рассчитано. Почему-то такая странная несоответствие какой-то цен, правда? В общем-то, я бы посчитала, что если эта блуза стоит 30, ну, юбка могла стоять 40, да? Но не 60. Очень странно. Но, тем не менее, вот очень красивые вещи. Мне очень нравится. Так, жакет, на нем нет этикетки. Это размер смол. Мне очень нравится. Прям очень нравится. Я бы тоже сказала, что он вообще выглядит как мужской. Блестит, как в этот самый дискобол. Так, смотрите, какое красивое платье. Вот это платье стоило 75, сейчас на 19. Я перепутала, поэтому жакет я не помню точно, сколько он. Ох, какое красивое платье. Девочки, оно сделано из такого сжатого, сжатый такой тканью. Такой шикарный, красивый рукав. Круглая горловина, немножко собранная. Все так по фигуре, в талию. Юбочка такая немножко раскрешенная. Единственное, что у него сзади оно, там, такие завязки. Я сейчас попытаюсь вам показать. В общем, но я смотрю, что вырез не очень глубокий, а тем более, вот если оставить, например, мой вот этот топ на бретельках, который можно, в принципе, оставить внизу, чтобы не торчала голая спина, платье прям, прям, блин. На выход, я имею в виду, на какой-то, ну вот, куда-то пойти, так, танцы-шмансы, да, или что-то такое, нарядиться. Прямо мне очень нравится. Сзади вот эти вот завязки, сейчас я посмотрю, как это выглядит. Рукав такой необычный. Прям класс. Длина не очень короткая, оно немножко такое, пышеколено, но не очень короткое. Можно надеть красивое украшение, можно надеть красивый пояс. Ну, че, мне кажется, неплохо. Ткань такая интересная, я вам потом покажу вблизи, необычная. Так, смотрите, видите, тут сзади какие-то, что-то сделано, как-то раз завязка, одна завязка, другая завязка, но в принципе, это не так уж и глубоко, все уходит вниз. А поскольку у меня и волосы, то я вообще могу все это закрыть, и вообще никто ничего не поймет, что здесь какие-то декольте на спине. Но не так уж оно и глубоко, я думала, оно будет больше. Я прям думала, что оно прям до самой талии. Нет, оно вот до сих пор только. И у меня там, в принципе, мой ток, но можно было даже просто будет торчать черный лифчик. что такого, подумаешь, делать? Так, можно и так. Но в нем красота в рукавах, в этом платье, а так просто, просто получается обычное короткое черное платье, сверху жакет. Ну, в принципе, можно. Потом его снять, если прохладно, просто какой-то такой жакет накинуть. Ну, в общем, мы сегодня по нарядному, по богатому пошли, что называется. Все в пайетках, в блестках, в серебре, в шелках, в общем, короче, нарядное, нарядное у нас сегодня примерки. Ну, почти что. Так, все, конечно, полиэстер. Вот такая вот интересная ткань с кусками, как будто бы сжатые такие какие-то круги на ней. Прикольно очень. Даже, знаете, немножко напоминает курс как бы. И по фасону, вот здесь вот эта сборка вокруг орла, реглан, рукав, выточки, и вот такой вот интересный рукавчик, замок. И сзади, сейчас я вам покажу, и покажу цену, потому что она прицеплена вот здесь, внизу, посмотрите, видите, как сзади сделана горловина, бантик, бантик, и вот до сих пор где-то вот такой вот вверх. И вот его цена и размер, значит, это был размер medium. Смотрите, она стоила 75 долларов, сейчас стоит 19,90. Цифры, если вы хотите, номера всякие, если вы хотите поискать его на вописатель, я не думаю, вот эти вот распродажи сильные, они на вопсайта обычно очень быстро скупаются. Очень хорошая цена, я считаю. Ну и вообще платье такое, я такая, знаете, прям немножко косом повеяла. Так, девушки, дорогие, вот такие у нас были сегодня примерки. Неожиданно, но я нашла и симпатичные вещи, которых я не видела, вот когда попыталась в магазине поснимать. Все-таки серо-черное, какое-то не толстое, зимнее. Ну вот, тут всякие платья, вот этот костюм мне безумно нравится, просто безумно, но я не знаю. Леопард мне нравится, ну в общем, кожная юбка неплохая, ну в общем, короче, жакет этот где он, блестящий тоже. Ну, не знаю, сколько он стоит. В H&M попадаются неплохие вещи. Последняя коллекция вот эта вообще, ну вот эта вот, это просто, мне это чего, она нравится. Ну все, видите, такое, какое-то, такое нарядное, понимаете, вещи, которые, да, мне есть куда носить, но не так, чтобы вот часто их надевать. И я вам хочу сказать, оно так хорошо сшито, все вот так вот с выточками, прям, не просто мешок, а вот прям так очень-очень-очень, прям все очень. Воротник так хорошо лежит, никакие там, ничего не мяты, ни заломы, никакие, в общем, действительно, эта коллекция в H&M, прям шикарная, шикарная. Единственное, что очень много висит вот этого такого зимнечерного, надо просто поковыряться, поискать и найти. Все, всех любых целых, с вами была Дита из H&M, всем пока, бай-бай.